Ушел из жизни академик Жарес Алферов. Его называли живой легендой отечественной науки. Лауреату Нобелевской премии по физике было 88. Его похоронят 5 марта под Петербургом. Умер Жарес Алферов. Известный советский и российский ученый, лауреат Нобелевской премии по физике, ушел из жизни в Санкт-Петербурге, минувший ночью, не дожив до своего 89-летия двух недель. Как сообщил в субботу ТАСС главный врач больницы Российской академии наук Олег Чугунов, причиной смерти стала острая сердечно-легочная недостаточность. Смерть наступила 1 марта в 23.40. Жарес Иванович Алферов родился в белорусском городе Витебске. Имя получил в честь Жана Жареса, международного борца против войны основателя газеты «Юманите». Окончил среднюю школу с золотой медалью. По совету учителя физики поехал поступать в Ленинградский электротехнический институт, куда был принят без экзаменов. Он учился на факультете электронной техники. Со студенческих лет Алферов участвовал в научных исследованиях, защитил докторскую диссертацию. Работы Алферова были по заслугам оценены международной и отечественной наукой. В 1971 году Франклинский институт США присуждает ему престижную медаль Балантайна, называемую Малой Нобелевской премией, и учрежденную для награждения за лучшие работы в области физики. В 1972 году следует самая высокая награда СССР – Ленинская премия. С использованием технологии Алферова в России впервые в мире было организовано изготовление гетероструктурных солнечных элементов для космических батарей. Одна из них, установленная в 1986 году на космической станции «Мир», проработала на орбите весь срок эксплуатации без существенного снижения мощности. В 2000 году Алферов получает Нобелевскую премию по физике за развитие полупроводниковых гетероструктур для высокоскоростной оптоэлектроники. Академик незадолго до своей кончины написал письмо Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву о развитии науки в России. Об этом сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который навещал его в больнице незадолго до кончины. Все потеряли одного из самых гениальных граждан нашего отечественного горячего Алферова. Смотрите ли вы телевизор, слушаете ли радио или говорите по телефону, везде присутствует его открытие, которое открыло новый информационный мир. Я его благодарил прежде всего за то, что он как ученый создал самые уникальные учебные заведения. Университет, в котором объединял талантливых учащихся математиков и физиков с университетской программой, академической наукой и суперсовременными технологиями. Мы с ним недавно подготовили письмо президенту и премьеру с предложением распространить этот уникальный опыт в рамках всей страны. Я уверен, что это предложение поддержано было бы. Жарас Иванович недавно перенес криз, но восстановился. Я у него был, и когда он лежал в больнице, и после беседовал, мне казалось, все преодолели. Но, к сожалению, видимо, и годы дают себе знать. Ну и вот эти колебания погодные сказались. Геннадий Зюганов. Об огромном вкладе Жареса Алферова в мировую науку говорит замредактор отдела науки образования и медицины российской газеты Юрий Медведев. Где-то в 60-х годах шло соревнование с американскими фирмами, IBM в частности, кто разработает первую промышленную технологию создания полупроводников. И вот наши ученые в лаборатории именно Алферова буквально на месяц-два опередили конкурентов. То есть первый непрерывный лазер на гетероструктуру был создан в России. Это считается главным достижением Алферова. Лазеры сегодня, полупроводники, светодиоды, оптоволоконные сети, вот это все создается на основе вот этих лазеров на гетеросистемах, на гетероструктурах. Юрий Медведев. Алферов был сопредседателем консультативного научного совета фонда Сколково и не только главой, но и основателем и идейным вдохновителем фонда, говорит вице-президент фонда Сколково Александр Чернов. Мы пока не очень осознаем размеры, конечно, этой утраты, потому что Рассел Иванович, помимо того, что он великий, всемирно известный ученый, он был основателем фонда Сколково, он возглавлял научный совет, и это было всегда очень принципиально, очень жестко и очень по делу. В формировании наших кластеров его роль неоценима. Его позиция всегда была очень понятной, предельно конструктивной, и направленной на объединение всех сил, включая академическую науку, представителей бизнеса, ребят, работающих на небольших стартапах. Кстати, для него стартапы были конкретными людьми, и целый ряд небольших компаний находились под его надзором непосредственно, особенно там, где это было связано с его научными интересами. И не зря его слова о фонде Сколково стали своего рода нашим слоганом. Он первый сказал, что фонд Сколково – это не территория, это философия. Александр Чернов, Жрес Алферов, автор более 500 научных работ, трех монографий и 50 изобретений. Был вице-президентом РАН с 1991 до 2017 года, в Госдуме представлял партию КПРФ. В честь ученого назван астероид в главном астероидном поясе, он открыт в 1977 году. Академик будет похоронен на кладбище в Комарове под Петербургом, об этом сообщили в администрации города.